на семи участках. Татьяна Филатова, Олег Якимов, Республика. Сегодня в эфир национального телевидения Чувашия выходит программа «Приложение силы». Ее очередной выпуск посвящен вопросам формирования комфортной среды для жизни. Что включает в себя это понятие? Цветники, скамейки, фонтаны или все же детские сады, школы, больницы, отсутствие которых в шаговой доступности значительно усложняют жизнь большинства людей. Почему про европейские города и даже деревни можно сказать, что они ухоженные, а про большинство российских нет? Все эти и многие другие вопросы относительно благоустройства окружающей среды станут предметом дискуссии в новом выпуске телепроекта с главой Чувашией Михаилом Игнатьевым «Приложение силы». Смотрите сегодня в 20 часов 30 минут. В расследовании дела об обрушении стен здания на улице Гражданская поставлена точка. Следователи выяснили, что подрядная организация грубо нарушила правила при проведении ремонтных работ. Подрядчики возводили здесь пристрой, но работы затянулись. Долгое время фундамент находился в открытом состоянии. Специалисты были обязаны исследовать конструкцию, но так и не сделали этого. Стены не выдержали больших нагрузок. Также следователи выяснили, что строительные работы на протяжении двух дней велись без разрешения. При частичном обрушении здания был причинен ущерб Всероссийскому обществу глухих. Подрядчики обязаны выплатить собственникам здания 2 миллиона 800 тысяч рублей. Причастность обвиняемого к совершенному преступлению подтверждается заключением судебно-строительной технической экспертизы, его признательными показаниями, а также показаниями свидетелей по уголовному делу. Подрядной организацией возглавляемой обвиняемым приняты меры по возмещению причиненного ущерба и устранению последствий обрушения конструкции указанных стен. В настоящее время следователем собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело после утверждения обвинительного заключения направлено в Московский районный суд столицы республики для рассмотрения по существу.